друзья всем привет сегодня проведу следующее измерение с солнечными батареями для телефона и так полный обзор на данные солнечные батареи я делал на канале ссылочку оставлю в описании а сегодня хочу провести измерение тока какой же ток выдают данные солнечные батареи по заявлению производителя вот это вот должна выдавать около 500 миллиампер вот такая двойная должна выдавать ток 1200 миллиампер и вот такая батарея монокристаллическая должна выдавать 1290 миллиампер тока и еще поговорим о таком вопросе для чего нужен стабилизатор напряжения вот такой вот стабилизатор напряжения он такой небольшой в виде флешки используют с данными солнечными батареями для чего он нужен вообще и помогает ли он заряжать телефон давайте разбираться и мерить итак подключили к первой батарее тестер тестер в режиме измерения напряжения и смотрите сколько он показывает он показывает 5,33 вольта 5,33 а как известно напряжение на usb выходе должно быть 5 вольт ровно то есть напряжение немножко завышенное давайте теперь померяем какой же ток вырабатывает данная солнечная батарея и так поставили тестер в режим измерения тока и как видите ток 0,53 ампера 0,53 ампера вырабатывает видите друзья все штатно сейчас я попробую солнечную батарею немножко под 90 градусов направить вот смотрите ток растет 0,58 вот максимальный ток выработки при наклоне под 90 градусов 0,58 ампера как видите 0,58 а вот теперь давайте подключим все то же самое только через стабилизатор напряжения вот этот стабилизатор подключим и через него замерим какой будет ток итак друзья тестер для измерения тока включили через стабилизатор напряжение то есть к солнечной батарее сначала подключили стабилизатор а уже к нему тестер и смотрите о чудо ток 0,99 ампера почти 1 ампер друзья как такое может быть то есть стабилизатор повысил ток почти в два раза казалось бы такого не может быть законы физики но если мы померим сейчас напряжение которое на стабилизаторе оно стало ниже соответственно прирост тока произошел за счет снижения напряжения то есть закон сохранения энергии работает мощность одна и та же вот друзья теперь измеряем напряжение через стабилизатор помните оно было почти пять с половиной вольт а сейчас оно ровно пять вольт то есть напряжение стабильное 5 вольт а ток вырос в два раза вот для этого и нужен стабилизатор стабилизировать напряжение и увеличивать ток это очень хорошее его качество друзья подключили следующую батарею двойную она должна вырабатывать 1200 миллиампер давайте меряем напряжение без стабилизатора напряжение 5,52 вольта как видите есть да теперь давайте померяем какой ток без стабилизатора так ток без стабилизатора как видите 0,79 направляем батарею к солнцу 0,85 все равно 0,86 ампера как видите ток 0,87 88 если под 90 градусов вот 0,88 ампера ток теперь подключаем через стабилизатор подключили стабилизатор напряжение смотрим какой ток тестер в режиме измерения тока ток 1200 а сейчас попробуем направить больше к солнцу ток 1,23 ампера 1,23 ампера друзья для следующей самой производительной солнечной батареи стабилизатор напряжения не нужен потому что в ней уже есть встроенный стабилизатор напряжения вот в этой коробочке вот как видите горит синий светодиод показывает что солнечная батарея выдает свои штатные параметры вот давайте померяем сразу напрямую выдает ли она заявленный ток данная батарея выдает всего лишь 0,61 ампера непонятно почему так потому что предыдущие тесты показывали номинальное значение 1,28 1,3 ампера а данная батарея выдает 0,61 ампера давайте померяем напряжение и так включили тестер в режим измерения напряжение напряжение 4,98 5 вольт то есть напряжение батарея выдает штатное заявленное по характеристикам итак друзья какие можно сделать выводы все вот эти вот три солнечные батареи работают первые две работают со стабилизатором напряжения выдают лучшие токи чем даже заявлено в характеристиках за счет того что стабилизирует напряжение на уровне 5 вольт за счет этого ток возрастает так как изначально без стабилизатора напряжение показывают батареи завышенные что кстати опасно для некоторых моделей телефонов то есть данные две первые батареи вот эти маленькая и вот эта двойная рекомендуется использовать со стабилизатором напряжения вот это вот третья которая позиционируется как более качественная с встроенным стабилизатором напряжения почему-то данный экземпляр выдал меньший ток чем должен быть штатно непонятно почему предыдущие опыты показывали что такие батареи выдавали заявленные токи ну может быть такой экземпляр от продавца попался не знаю вот а так в целом данные солнечные батареи как показала практика очень даже неплохо себе себя зарекомендовали и и и и